Здравствуйте! Сегодня на канале ЮАКрым мы будем говорить о выборах в Российскую Думу и, собственно, что от этого ждать всем остальным. Сегодня у нас в гостях политолог Олеся Яхнов. Здравствуйте! Здравствуйте! И директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Приветствую! Здравствуйте! Ну, фактически мы видим, что на данный момент выборы в России состоялись. Более того, большинство получила партия «Единая Россия». Ну, кстати, вот интересная тенденция насчет явки. Явка избирателей с каждым годом на выборах в Думу падает. Хотя Путин и Медведев приехали в свой штаб «Единой России», поздравили всех фактически с выигрышем партии. И Путин так сказал, ну, явка, конечно, могла бы быть и лучше, но что ж, хорошо и так, в общем-то, впрочем. Кстати, самая большая явка была в Чечне, ну, что, в общем-то, наверное, неудивительно. А вот Москва и Питер показали такие результаты, ну, совсем печальные. Например, в Питере это чуть более 16% пришло, а в Москве 29%. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, я считаю, что как раз власть, вопреки заявлению Владимира Путина, она как раз и не заинтересована была в большой явке, потому что, во-первых, мы знаем, что выборы были перенесены на сентябрь, понимая, что избирательная кампания попадет на летний месяц. Во-вторых, Госдума, Владимир Путин понимал, что принимает участие много новых партий сравнительно в избирательной кампании, и то, что система избирательная в этот раз отличалась от предыдущей. Мы знаем, что некие такие либеральные шаги были сделаны на волне протестов Болотная и Сахарова в 2011 году, и тогда был снижен порог избирательный с 7 до 5%, был переход осуществлен на смешанную систему партийную, мажоритарную. Но, в общем-то, высокая явка, она бы работала не на Единую Россию, а она бы, скорее всего, работала на новые проекты. И вообще активная избирательная кампания, она бы предполагала, скажем, дискуссию, какой-то живой диалог. Всего этого не было, и во всем этом не заинтересована была власть, потому что, по большому счету, на фоне ухудшающегося экономического положения, не о чем глобально дискутировать сегодня в публичном пространстве. Поэтому я считаю, что низкая явка, она работала на результат власти, плюс это всегда создает большие возможности для фальшификации результата. И, в общем-то, мне кажется, неожиданностью было то, если говорить о результатах, скажем, второе место либеральной ЛДПР было прогнозированным с учетом той всей риторики, которая происходила и происходит за последние два года в России. Но неожиданностью все-таки было конституционное большинство Единой России. И, знаете, с одной стороны, российская власть, наверное, не умеет по-другому показывать свою законность, силу. Но если посмотреть на это с обратной стороны, это говорит о том, что если у вас нет стратегии страны, то вы пытаетесь это заменить зашкаливающим результатом и тем самым показать, что в этом и есть наша сила. А по факту это, конечно, убивает какую-либо вообще оставшуюся легитимность политического процесса. Мы видим, что политики нет. Есть одна партия, есть фактически власть, скажем так, одного субъекта, и политики нет в стране. Вот и все. И этот риск, самый большой риск в этом том, что это может перейти дальше в такое понятие, как политический субъективизм и волонтаризм. Когда у вас нет никаких конкурентов, когда у вас нет, в принципе, альтернативных идей, а их и не было, по большому счету, на выборах. Очень мало. В учетом того, что все СМИ контролируют. Ну, все же дебаты были, кстати, достаточно яркие, и Парнас очень занятно выступал. Но тем не менее, мне кажется, что несмотря ни на что, даже если бы приехали те люди, которые где-то были в отпусках на даче и так далее, все же явка была бы выше. И в том же Питере и в Москве пошли бы люди, проголосовали. Все-таки более образованные люди, чем где-то там. Чечню не хотел обидеть, не подумайте. Тем не менее, результат не очень бы отличался, мне кажется. В этом случае вы правильно заметили. То есть низкая явка в Москве и в Санкт-Петербурге, она как раз обусловлена тем, что это такие либеральные островки, скажем так. Там больше тех людей, которые задумываются над теми условиями, над теми реалиями, в которых они живут на сегодняшний день в России. Чечня, понятно, что там есть лидер, на которого ориентируется. Там все понятно. То есть там все строем пошли, проголосовали так, как голосует глава Чеченской республики. Москва и Питер немножко другая ситуация. Соответственно, как бы и такая явка. То есть люди разочаровались в том, что их окружает. Люди разочаровались во власти. Поэтому на выборы с каждым годом все меньше и меньше ходит количество граждан России, которые проживают в Москве и в Санкт-Петербурге. Но тем не менее, основной это посыл. Ну, Парнас, условно говоря, оппозиционная партия, они там выступали против войны и так далее. Но тем не менее, голос не особо кто хотел услышать. А партия Родины, Единая Россия и так далее, КПРФ, они шли в такой риторике «Крым наш». То есть вот эта волна уже прошла два года, но тем не менее, то есть благодаря этому можно не замечать то, что нет дорог, отсутствие медицины и так далее. Но тем не менее, настроения-то такие. Это главная идея, которая есть на сегодняшний день у России. То есть им нужно вокруг чего-то объединяться. Как правило, они объединяются вокруг какого-то внешнего врага. В этом случае, собственно, ну тут подвернулась ситуация с Крымом, с какой-то внешней агрессией по отношению к России, по их мнению, несправедливой, да, там, введением санкций и так далее, так далее. То есть я хотел бы обратить внимание, что Россию нельзя сравнивать, например, с Соединенными Штатами Америки, либо же там с Германией, либо Францией. В России всегда уровень жизни, он значительно отличался от уровня жизни в той же самой Европе. И в этом случае у них всегда должна появляться какая-то объединяющая идея, вокруг чего они объединяются, обвиняют во всем, во всех своих бедах окружающих. Эти выборы как раз вот и продемонстрировали, что ничего не меняется веками. То есть они нашли кого-то виноватого, они считают, что они были абсолютно правы, аннексировав Крым. И вокруг этой идеи начинают выстраивать свои предвыборные лозунги. Вот, собственно, и вся предвыборная риторика. Крым наш, виноваты во всем американцев, виноваты во всем Украина, которая там организовывает, на их взгляд, какие-то перевороты у себя в стране и пытается как-то это все переместить на Россию. И, соответственно, на этом давайте голосовать за тот курс, который определил президент, премьер и, соответственно, все те люди, которые окружают нынешнюю власть Российской Федерации. Ну, как в свое время говорили коммунисты, чем хуже, тем лучше. Вот в ситуации с выборами в России это тоже очевидно, мне кажется. Ну, кстати, насчет самой процедуры, глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что выборы прошли прекрасно, они легитимны, не было никаких особых нарушений, даже на порядок два меньше этих нарушений, чем было раньше. Ну, у нас 21 век, у многих есть смартфоны, телефоны и веб-камеры. И, собственно, что происходило на участках, давайте посмотрим. Вот, закидывает пачки в бюллетенях, введите в жницу. Итак, ну вот сейчас кто-то из организаторов говорит, и грузимся в машины, люди садятся. Убери-ка. Че ты снимаешь? Какой избирательный участок? Вот автобус высаживает людей. Избирательный участок номер 700-227. Так, ну вот избирательный участок. Ну и че, журналист, че тебе надо отменить? Я где хочу, там голосую. Хочу в пустыне голосовать. Много сегодня людей голосуют по-открепительным. Очень много. Очень много. Вот так выборы прошли против Фархарова. На Магарама приехали Саид и его команда, и здесь устроили база. Вот он их главный, главный представитель комиссии, вот он. Ну, это, конечно, самое интересное, зрелищное. На многих участках-то все спокойно, и в основном тихо, наверное, происходило. Проголосовал, кстати, и Крым. Явка порядка 40%. Тем не менее, фактор крымских татар, то есть крымские татары заявляли, что будут игнорировать выборы. И на тех участках, там, где компактно проживают крымские татары, в основном они эти выборы действительно проигнорировали. Не приехали на выборы и наблюдатели от ОБСЕ и даже СНГ в Крым, что характерно. Прокурор Крыма Наталья Поклонская, начаровашка, заявила, что эти выборы иностранцы бойкотируют, потому что изначально не хотят увидеть процветающий Крым, и вот как радуются крымчане, что вернулись в родную гавань и так далее. А замглава Меджилиса Умеров заявил, что Украина в первую очередь должна не признать эти выборы не только в Крыму, но и в Российской Федерации. Но, тем не менее, на данный момент Швеция и еще несколько стран США заявили, что выборы в Крыму не признают. Какие дипломатические, какие международные последствия это может иметь? Во-первых, коротко по нарушениям. Я думаю, что все-таки нарушения, безусловно, были. Если мы говорим о фальсификациях в выборах, я имею в виду там видео, есть же тоже выложены. Но я думаю, что здесь все-таки главная проблема между легальностью и легитимностью. Потому что легальность это исключительно юридический процесс. И, в принципе, при управляемой демократии, которая, условно говоря, или там суверенная демократия, которая в России осуществляется уже много лет, можно сделать этот процесс управляемым и сравнительно чистым с легальной точки зрения, с юридической. Но с точки зрения легитимности, вот я почему акцентировала на таких завышенных цифрах, они как бы убивают какую-либо веру у самих избирателей в том, что, в принципе, можно что-то поменять, и что это все вообще бессмысленно. Поэтому с точки зрения легитимности, такой результат, мне кажется, играет в минус. И даже те показатели высокие в Чечне, это показатели не столько единой России, сколько личной преданности Рамзану Кадырову. Что касается Крыма, я думаю, что по поводу мажоритарных округов избирательной кампании, здесь есть однозначная позиция, именно поэтому никто априори из наблюдателей туда, в принципе, не мог поехать, о чем было сказано с самого начала. И то, что, кстати, страны СНГ не приехали, это тоже очень показательно, что у нас иногда любят говорить в Украине, что вот надо выходить из всех структур СНГ, никак не использовать эту площадку, хотя, мне кажется, страны СНГ, они как раз занимают позицию мягкой поддержки Украины, то есть они не признают аннексию Крыма, никто из постсоветских государств не признал аннексию Крыма, они не разделяют политику пошлин на украинские товары, которые вела Россия после введения в действие зоны свободной торговли Украины с ЕС, то есть де-факто они демонстрируют, что нет никакой единой солидарной политики СНГ и даже таможенного союза, поэтому такая позиция, она очень важна для Украины. Ну и глобальный вопрос это то, что если мы говорим о выборах в Крыму, то, что голосование по парапорциональной системе, по партийным спискам, оно влияет, естественно, на общий российский результат, и в этом смысле это проблема, ну такой, сомнительной легитимности или недолегитимности, даже если никто из стран не будет, условно говоря, на официальном уровне, там ставить под сомнение результат не мажоритарный, а как бы в целом. То есть это все равно закладывает вот такую сомнительную легитимность в состав действующей Госдумы. И я думаю, что для Украины это, о чем уже и говорили и политики, и говорил Рифат Чубаров, о том, что это повод и аргумент еще один для невозврата для украинской позиции по поводу попыток российской делегации вернуться, скажем, в ту же парламентскую ассамблею Совета Европы. То есть это, скорее всего, аргумент в пользу Украины, что это еще один очередной шаг, который, знаете, как звено событий, когда есть один неправильный шаг, стратегическая ошибка, которая была сделана в 2014 году, и которая порождает сомнительность всех следующих, последующих шагов. И в этом смысле и выборы в Крыму это один из этих шагов, который ставит Россию в сомнительное положение с точки зрения международного права, где страна в очередной раз демонстрирует, что она находится вне правового поля международного. Поэтому, может быть, прикладных таких, да, вот, последствий, ну, мы не можем настаивать, чтобы там стран или лидеры стран не признавали. Мы можем об этом говорить как свою позицию, но это не факт, что лидеры других государств признают полностью, скажем, нелегитимными эти выборы, но вот этот дух и атмосфера таких все-таки сомнительных, раз на общий результат, пускай это будет там 2% от избирателей, повлияло голосование в Крыму, то есть этот факт есть, и он никуда не исчезнет, и об этом нужно говорить, по крайней мере, на всех площадках, где это возможно. Я хотел бы также обратить внимание на то, что касается выборов в Крыму, то есть и на целом ряде заявлений вокруг этих выборов. Естественно, то, что касается мажоритарных округов, их никто никогда не признает, и это факт, и здесь и западные партнеры очень последовательно себя ведут, и, собственно, наша позиция тоже последовательна. Ну, и Петр Порошенко сказал, что было бы неплохо добавить в санкционный список персоналей, которые по мажоритарке баллотированы. Но есть же и партийные списки, и по партийным голосованиям. Прежде всего, мы должны отметить то, что позиция западных партнеров последовательна. Они считают Крым украинским, соответственно, проведение в Крыму выборов, это нарушение всевозможных норм международного права. То есть это, в принципе, какое-то такое событие, которое из ряда вон выходящее для нормального, адекватного юриста-международника. То есть если мы сейчас говорим об аналогиях, то это то же самое, что завтра у нас в Киеве начнут появляться кандидаты в Госдуму, и будут проводиться какие-то выборы, и от Киева поедут депутаты заседать в Государственную Думу. Приблизительно то же самое и здесь. Крым – это часть Украины, и проведение там каких-либо выборных процессов – это незаконно. Мажоритарщики вне закона 100%. То, что касается партийных списков. Аргументация России в данном случае, если брать уже так конкретно букву международного права, она обосновывается тем, что наличие российского паспорта дает право гражданину избираться и быть избранным. И здесь появляется вот такая вот спорная ситуация, когда гражданин с российским паспортом в Крыму, он хотел бы в волеизъявление свое проявить, и, соответственно, принимает участие в голосовании и голосует за тот или иной партийный список. То есть, соответственно, делегирует тем самым какое-то количество депутатов по этому списку. Это как аргумент, который приводится со стороны России. Что касается нашей позиции и то, о чем вы говорили, дипломатических последствий и международно-правовых последствий. Я хочу обратить внимание, что вот реакция, наша реакция, к сожалению, на вот те выборы, которые сейчас прошли, она ситуативная. И, в принципе, все то, что происходит по отношению к Крыму, у нас носит ситуативный характер, не системный, к сожалению. То есть, если бы мы говорили о последовательности, о разрешении крымского кризиса в рамках международного публичного права, то необходимо говорить о, прежде всего, заявлении в Международный суд ООН, где мы должны были зафиксировать все те пункты, которые касаются незаконной аннексии. И, как следствие, уже на этот скелет добавлять, в том числе, и нарушения, связанные с проведением выборов до рассмотрения основного спора по сути. И тогда бы все вопросы и все инсуниации не бы снялись. Та риторика, которая сегодня звучит у нас из уст депутатов и топ-чиновников, она немножко небезопасна, на мой взгляд. Когда мы говорим о том, что мы должны какие-то ультиматумы выдвигать парламентской ассамблеи Совета Европы, мы должны говорить о том, что западные партнеры не должны признавать этих выборов. Такого не будет. Давайте смотреть открытыми глазами. Никто с политической карты Россию не сотрет только из-за того, что мы так захотели. Мы должны сражаться за свою территорию самостоятельно. И мы должны это делать в международно-правовом поле. Международно-правовое поле в данном случае – это Международный суд ООН. И, к слову, пару дней тому назад, когда было заседание с глав государства СНГ, когда был спор с нашим дипломатом, Путин сам сослался на то, что мы опирались на аналогичные дела, которые рассматривал Международный суд ООН. Но иск подал, кстати. А иск, к слову, нет. Есть. Почему? Есть только заявление о том, что мы собираемся подать, и есть иск Международный трибунал по морскому праву. Да, иск Международный суд ООН относительно нарушения международного публичного права со стороны России в 2014 году, в феврале-марте 2014 года, его нет по сей день. Хотя в аналогичных же условиях в Грузии в 2008 году он появился в сентябре месяце после конфликта. Но у них не приняли его. К сожалению, они не приняли, но тем не менее реакция, понимаете. То есть там была проблема с процедурными моментами. В нашем случае уже два с половиной года прошло. Все возможные процедурные моменты уже давным-давно можно было выдержать. Можно уточню просто. Тут по поводу исков очень много говорят. И было же там несколько интервью заместителем министра иностранных дел Елены Зеркаль. Потом было заявление о том, что Украина готовит все-таки четыре иска. По тем конвенциям... Нет, это не наконец, это долгий процесс. Об этом говорилось гораздо раньше. По четырем конвенциям, по тем, которые разделяет Россия, юрисдикцию, которых она признает. Это поддержка терроризма, это по морскому праву, это по расовой дискриминации. Грузия, кстати, подавала иск по расовой дискриминации. Но наша задача не подать иск формально, сказать, о, мы подали иск. Наша задача, чтобы добиться результата. И у Грузии, кстати, они приняли этот иск, потому что она не исчерпала досудебную процедуру диалога. А досудебная процедура диалога предусматривает, что вы пишете ноту МИД России. МИД России вам отвечает или не отвечает, это тоже фиксируется. Вы пишете вторую ноту, и так по всем пунктам. И только после того, как вы исчерпаете этот диалог, это есть необходимым условием. То есть вы исчерпали досудебный процесс. И если другая сторона не реагирует, вы только тогда имеете право, и ваш иск возьмут к рассмотрению. Поэтому Украина здесь готовит иски. И это будет первое по морскому праву, которое мы подаем, и по остальным тоже мы готовим. Это не вопрос желания или нежелания политической воли. Это вопрос качества. И это вопрос того, чтобы эти иски были взяты на рассмотрение. И чтобы мы получили результаты, чтобы нам, как Грузии, не отказали. Потому что Грузия оказалась ни с чем. Вот и все. Поэтому здесь по искам идет работа. А по татарам, по Крыму вообще, тут же было заявление на днях президента о том, что мы уже от себя будем усугублять, скажем, или расширять санкции по поводу тех физлиц, по поводу тех юрлиц, которые каким-то образом контактируют с Крымом. И я думаю, это делается, потому что мы сейчас чувствуем не слабость, а свою силу. И мы понимаем, что мы можем это делать, не рассчитывая на контр-удар со стороны России, экономические, военные, которому мы не сможем противостоять. В этой ситуации, знаете, я хотел бы обратить внимание, что, находясь ежедневно в крымской тематике, я хочу сказать, что нет ни искам, нет ни заявлений, ни нот, ничего нет. Нет, это работа НИДа. Работа, возможно, идет, но, знаете, если бы появилась нота протеста в сторону России, то Россия об этом бы уже сказала. Да нет, это диалог обычный текущий, тут как бы не надо нам рассказывать. Ну хорошо, если говорить о том, что все засекретили и ничего, собственно, нам не говорят, то дай бог, чтобы так и было. Но я вас уверяю, что никакой секретности в этом нет. И для того, чтобы зафиксировать правонарушения, которые касались финансирования терроризма в 2014 году, не нужно два с половиной года, я вам говорю, как юрист-международник. Я не вижу этот процесс. В данной ситуации давайте не будем, собственно, лукавить и говорить о том, что что-то готовится. Не что-то готовится, а должна быть конкретная аргументация, по каким конвенциям мы предъявляем претензию Российской Федерации. Совершенно верно. Это заиняя, да. Международная конвенция по финансированию терроризма. Вот в рамках этой конвенции должны быть сделаны процедурные шаги. То есть вы совершенно верно перечислили эти процедурные шаги. Они осуществляются уж явно не на протяжении двух с половиной лет. Что мы не знаем, это не значит, что они не делаются. Ну, хорошо, ну, хорошо, смотрите. Мы вам не знаем, я не могу понять этого. Люди откровенно говорят, что еще не подавали. Мы говорили о том, что мы должны делать, Украина должна делать последовательные шаги для того, чтобы доказать свое право, для того, чтобы практически в каких-то инстанциях надавить на Россию, чтобы она сделала какие-то шаги назад. Тем не менее, вот эти выборы в Крыму, ну, вот один из этих шагов для России, были определенным таким моментом легитимизации аннексии. Да, вот насколько получилось. То есть, вот, ну, та же Поклонская об этом говорила. Вот эти выборы, они покажут, что вот, родная гавань, все и... Нет, ну, просто по законодательству Российской Федерации они обязаны проводить выборы во всех субъектах Федерации РФ. Проводили, кстати, и в Абхазии, и Осетии. Ну, это другой вопрос. Они не могут не проводить выборы, если юридически, а по российскому законодательству Крым юридически вошел в состав Российской Федерации, они просто не могут там не проводить выборы. То есть, это тоже надо понимать, что это не вопрос, скажем, там, легитимации или нелегитимации. Это они объясняют так у себя внутри. на позицию Украины или на позицию международного сообщества. Это никак не повлияло на то, что там прошли выборы, что Крым стал считаться российским или нероссийским. То есть здесь позиция неоднократно была озвучена, и мы знаем, что недавно Соединенные Штаты расширили санкции по отношению к 17 персоналям, физическим лицам и 20 компаниям, которые причастны как-то к теме Крыма и Донбасса, в частности к тем, кто даже проектировал Керченский мост, то есть компании. Поэтому здесь это никак не может повлиять на позицию международного сообщества эти выборы. Другое дело, что когда мы все равно говорим о том, какие механизмы, надо понимать, что у Украины очень мало механизма влияния на ситуацию в Крыму. Это экономика, где мы прекращаем какое-либо сотрудничество, поскольку Крым инфраструктурно связан с Украиной. Это крымские татары, которых выгнали дважды за 100 лет, по сути. И когда Владимир Путин говорит, что исторически этот вопрос закрыт, он не может быть закрыт исторически, потому что все шаги, которые делает Россия, они антиисторические. Нельзя выгонять коренной народ дважды меньше, чем даже за 100 лет, выгонять из своей территории. Может и один раз не стоит выгонять? И нет, и нет, для мира непонятно, в чем мотивация была в аннексии Крыма для Российской Федерации. То есть объяснение, что там угроза НАТО, нацисты, фашисты, это не объяснение, это просто пропаганда. Вот и все. Но у Украины надо понимать, что очень мало шагов. И здесь, вот я как раз международно-правовой плоскости, я считаю, что Украина делает эти шаги. А вот на уровне политиков, когда нет даже единой позиции, скажем, надо предоставлять национально-территориальную автономию, скажем, на территории Херсонской области или не надо предоставлять, это такой тоже очень дискутивный вопрос. Поэтому на уровне политиков, когда говорят, что там нет стратегии возврата, так это сложный вопрос. Ее нельзя нарисовать на бумажке и сказать, у нас есть такая стратегия возврата. Для этого и есть политики, которые должны предлагать свои инициативы. И я уверена, что такой стратегии ее никто вам не напишет. Скажем, что мы делаем шаг 1, шаг 2, шаг 3, и Крым возвращается. Здесь очень многое зависит от ошибок самой России. То, что Россия делает с крымскими татарами, это ошибка для самой России. То, что Россия приняла в первом чтении закон в мае текущего года о том, чтобы запретить сдавать жилой фонд в аренду. То, на чем зарабатывали 90% крымчан, сдавая свои квартиры, дома, в сезон туристический, то есть это тоже ошибка. И наверняка там милитаризация Крыма, это тоже ошибка. То есть вот таких ошибок здесь от России тоже очень многое зависит. Как будет ситуация разворачиваться вокруг Крыма. Ну, хорошо. Вот теперь Единая Россия получила фактически в Думе конституционное большинство. И что же теперь ждать? Ведь если нет альтернативных мыслей, нет оппозиции, можно ждать, в общем-то, чего угодно. Ну, собственно, начнем с того, что Единая Россия не была оппозиционной партией. То есть у них как было контрольное большинство, как они управляли страной, так они и будут продолжать управлять этой страной. Собственно, это говорит только о том, что та политика, которая была определена Путиным и Медведевым, она и будет продолжаться в России. Возвращаясь также к легитимизации Крыма и интеграции его, так скажем, в эту родную гавань, как многие заявляют, при соединении его к России. То есть в данной ситуации нельзя считать эти выборы каким-то таким инструментом, который позволяет узаконить Крым в составе Российской Федерации. Все те мажоритарщики, которые избираются, еще раз повторюсь, они уже давным-давно во всех санкционных списках, и никто с ними не будет иметь дело. Ни одна цивилизованная страна в мире не будет с ними иметь дело. То, что касается расширения санкционных списков, вот здесь вот как раз, вы знаете, такие инструменты, которые касаются техники. Я уже говорил о том, что наличие паспорта не дает возможность проголосовать на территории, которая оккупирована Российской Федерацией, в данном случае в Крыму. То есть создание этого же самого участка в Крыму, причастные к этому люди, они должны попадать в этот черный список. Люди, которые представляют интересы в территориальных избирательных комиссиях, которые работали в Крыму, они должны попадать в этот черный список. То есть мы должны всегда со своей стороны, со стороны Украины, давать посыл мировому сообществу, что мы мониторим ситуацию, которая происходит на территории оккупированного полуострова. И через такой мониторинг мы можем решать проблемы, которые возникают в Крыму. То есть туда перестанут ездить российские чиновники работать. Там появится совершенно такая выжженная земля, которая никому не будет интересной с точки зрения российских чиновников, снова-таки прежде всего. И в этом как раз заключается миссия нашей власти. Мы уже с коллегой обсуждали, то есть дискутировали по поводу международно-правовых инструментов. Мое исключительное мнение в том, что ни одного шага за два с половиной года по реинтеграции и деоккупации нет в международно-правовом поле, кроме заявлений, о которых мы можем выступать на любой трибуне, хоть в Генассамблее, хоть в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Это никак не решает проблему деоккупации. Проблема деоккупации — это разрешение конфликта. Конфликт может быть разрешен международно-правовым способом, либо военным. Военные исключаются, а остаются международно-правовой. Не так много этих инструментов, которые позволяют решить тогда этот конфликт. И еще небольшой комментарий относительно иска в международный трибунал по морскому праву. Мы выходим опять-таки со вспомогательных каких-то тем. То есть в данной ситуации у нас речь идет о нарушении морского права, то есть нарушении прав России в рамках этих международно-правовых документов. То есть идет прежде всего речь о захвате наших полезных ископаемых и так далее. Но первичным был захват территории. И уже дальше акватория, которая окружает нашу территорию, как раз была использована Россией после захвата сухопутной части полуострова. Поэтому здесь даже в этих вещах нарушается логика международного процесса, международно-правового процесса. И в этом случае еще работать и работать. То есть тут целый комплекс вопросов, которые необходимо уже сейчас решать. Потому как если мы сейчас будем затягивать, то мы добавляем просто аргументы в российской стороне. И тогда нам будет сложнее аргументировать, почему мы правы. В общем, как мы видим по результатам выборов в Госдуму, вот фактор Крымнаша, он все-таки до сих пор играет большую роль в российских электоральных настроениях. Есть, конечно, еще один такой достижение российской внешней политики. Это Сирия. Тоже гордятся. Ну, правда, вот совпало с выборами в Думу. 17-го числа войска коалиции нанесли удар по союзнику России осаду. Погибли 60, более 60 человек, сожгли военную технику. Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Но там, правда, Чуркина отчитали, и он как-то расстроился и ушел. Так что в мире неспокойно. Запасаемся терпением, попкорном, патронами. Смотрим, что будет дальше. До следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok